Сегодня Национальный банк Белоруссии девальвировал белорусский рубль на 55%. Жители страны штурмуют магазины, люди срочно скупают продукты, которые дорожают буквально на глазах. Ажиотажный спрос уже возник на соль, сахар, крупы, макароны, алкоголь и моющие средства. Скачали цены почти на весь импорт. Некоторые товары попросту не достают причины. Глубокий валютный кризис, в котором оказалась республика. Это и вызвало всплеск инфляции. К чему все идет, выяснял Родион Мариинчев. Спасибо, коллеги. То, что сейчас происходит в Белоруссии, многие наши соотечественники уже успели подзабыть. В России последний раз нечто подобное наблюдалось после экономического кризиса 1998 года, то есть 13 лет назад. Даже в Минске сейчас в магазины ходят по расписанию, стараются попасть до обеда. Потом цены снова вырастут и к ужину та же палка колбасы может обойтись на порядок дороже. Если я раньше покупала по 35 тысяч хорошую колбасу, сухую, допустим, наша, то теперь на 35 тысяч я купила, и есть невозможно. Просчитала, бессортовая. Если вареные были подешевле, то теперь уже они как полукопченые стали. Цены на продукты в Белоруссии начали стремительно расти в последние недели. Боясь снова потерять сбережения, люди, кажется, готовы потратить деньги на все. От стирального порошка до норковых шуб. Редкими товарами уже стали холодильники, мебель и даже ювелирные украшения. Но главный дефицит – валюта. Из-за нее, собственно, все и началось. Из-за того, что власти искусственно регулировали курс белорусского рубля, республика оказалась в глубоком валютном кризисе. Правительство долго пыталось сделать хорошую мину при плохой игре, но сегодня стало очевидно – дальше удерживать зайчик нельзя. И тогда Национальный банк девальвировал его сразу на 55%. Если сегодня с утра доллар стоил 3155 белорусских рублей, то объявленный на завтра курс уже 4930 рублей. На черном рынке стоимость доллара доходит до 9 тысяч. Однако в дефиците не только иностранная, но и национальная валюта. В банкоматах ее не хватает уже которую неделю. А теперь очереди выстроились у сберказ. Многие уже готовятся к худшим временам. Чем могут обернуться для Белоруссии экономические проблемы в телефонном интервью «Дождю» пояснил бывший кандидат президента, экономист по образованию Виталий Ромашевский. Это может закончиться потерей независимости Беларуси и создание анклава российского из нашей страны. И то, что сейчас происходит в Беларуси, это, ну, можно сказать, что происходит крат просто белорусской экономики. Это по-другому это назвать никак нельзя. А действия белорусских властей, ну, пока вот я вижу только, скажем, одностороннюю направленность на сдачу белорусских в продажу. Даже я бы не назвал это продажей. Скорее, это просто вот отдают за бесценок российскому бизнесу, там, ну, российскому государству все, что у нас осталось. Сейчас Беларусь ждет и дождется стабилизационного кредита от Еврозес, в котором фактически главенствует Россия. Размер финансовой помощи 3 миллиарда долларов. При всей необходимости эти деньги лишь усилят зависимость Минска от Москвы. Виталий Ромашевский подчеркнул, помощи от Запада ждать не стоит. И не потому, что Европа не проявляет никакого интереса к Беларуси. По мнению бывшего кандидата в президенты, всему виной политика Александра Лукашенко, которая для Европы зачастую непредсказуема. Коллеги. Спасибо, Родион. Родион Мариничев об экономическом кризисе в Беларуси. Представлю нашего гостя Михаил Касьянов, оппозиционный политик, один из лидеров партии Народной свободы. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот мы решили все-таки чуть раньше начать с вами разговор. Соседняя страна, серьезный кризис экономический. Наш обозреватель сказал, что россияне помнят что-то подобное в 1998-м. Вы стали премьером в 2000-м. Вот если говорить о ситуации в Беларуси, на ваш взгляд, каков может быть сценарий развития событий в ближайшее время? Действительно может стать анклавом России, может перейти на российский рубль эта страна? Нет, конечно нет. Ситуация в Российской Федерации совершенно иная. У нас огромные валютные резервы в связи с высокой ценой на нефть. Беларусь не экспортирует нефть, у них не зарабатывают достаточно валюты. И та политика, которую проводят Лукашенко и все его правительства, конечно, она рассчитана на какие-то субсидии со стороны России. Как только Российская Федерация начинает какие-то инструменты налаживать, которые уменьшают их валютные доходы, в том числе реэкспорт нефти или нефтепродуктов, то, безусловно, сразу это касается и стабильности национальной валюты белорусского рубля. И поэтому, конечно, помощь, которую Евразес, фонд Евразес собирается заказать, а фактически Российская Федерация, эта помощь будет кратковременной, она поможет, но это не решение проблем, поскольку экономика находится в ужасном состоянии. И руководство нынешним президентом Лукашенко всей этой системой, включая, в первую очередь, политической, все идет от политики. И неспособность провести эти преобразования в связи с неспособностью решить политические вопросы, конечно, не спасет Белоруссию от краха, белорусскую экономику от краха в будущем. Игорь Иванов, я все-таки хочу несколько слов, чтобы Игорь еще и сказал о ситуации в Белоруссии, о девальвации рубля. Чем это грозит? Ну, сложно сказать, чем это грозит, я бы, скорее, обратил внимание на то, что разговоры о неизбежности девальвации белорусского рубля, если я правильно помню, они шли еще с декабря прошлого года. Однако белорусские власти тянули, 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 кончиво все тем, что валюта исчезла, если я правильно понимаю, сначала из легального рынка, потом из черного рынка. И в связи с этим не может не возникать вопроса, собственно, зачем надо было тянуть полгода с неизбежным, все равно пришлось девальвировать белорусский рубль. Все знали, что это будет. Переговоры, переговоры. Видите, валютный фонд проблемы. Валютный фонд дает кредиты такого рода на стабилизацию. И именно проблемы с стабильностью валюты дает под условия, под проведение реформ. Россия дает под другие условия. Не под проведение реформ, а под другие условия, которые мы не знаем. Какие эти условия, которые достигли договоренности с белорусским, можно сказать, диктатором, российские руководители, мы не знаем об этом. И деньги на российских налогоплательщиков пойдут на поддержку этого режима. Очень скоро это миллиарды долларов. А, то есть речь шла о том, что Лукашенко надеялся получить деньги на поддержание белорусского рубля или от МВФ, или от России. Ну, он в основном работал с Евросоюзом. И когда он провел эти выборы, декабрьские прошлые выборы, и фактически двухлетние послабления страны Евросоюза, он перечеркнул, от него отвернулись, осталась только одна Россия. Продолжение следует...